Если вы говорите «уверенность», вы не можете внутрь ввести понятие страха. Так не бывает. Если у человека есть уверенность, он не боится, если я боюсь, у меня нет уверенности. Или у меня есть полная уверенность, или есть страхи. Если есть страхи, где тут уверенность? Нет, 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 нет. Я тебе расскажу. Пожалуйста. Представь себе состояние, где если у тебя нет страха, у тебя есть уверенность. Что ты мне делаешь? Я тебе говорю, представь себе, что у меня нет страха, я вообще не знаю, что это такое, но при этом у меня есть уверенность. Как одно может быть без другого? Я не думал об этом. Ну, я верю, что ты об этом не думал. Нет одного без другого. Если я не боюсь, как я могу чувствовать, что «а, вот теперь я уверен». Но внутри-то страх, без страха, как можно почувствовать уверенность? Как можно насладиться ею? Как без клим можно насладиться? Уверенность — это что? Это облачение наполнения, но еще не само наполнение. Для нас это наполнение. Почему? Ну, чувствуешь чуть меньше страхов, уже лучше, потому что я животное. Но если я говорю о том, чтобы пользоваться уверенностью для того, чтобы прийти к истинной цели, я недовольствуюсь тем, что я сейчас успокоился, что в этом уверенность. Внутри должен быть страх. Огромное отсутствие уверенности, которое будет все расти и расти. Если ты идешь двумя ногами по средней линии, это будет с одной стороны расти, и с другой стороны, ты постигнешь силу уверенности, которая является только облачением с правой стороны. А на средней линии ты получишь таким образом наполнение, слияние с Творцом. Когда слияние с Творцом будет твоей целью, а не уверенность, как преодоление страхов, а именно слияние с Творцом — это то, что будет важно для тебя, а что происходит между ними, тебе не важно. Возьмем среднюю линию. То, что вы сказали, идешь, и идешь по средней линии. Там же нет страха. Там все время. Там тоже есть страхи? Все время. Как строится средняя линия между правым и левым? Ее в природе нет. Нет в природе средней линии, только ты ее сформируешь. Давайте точнее спрочем. Если человек находится в страхе, у него есть страх или нет страха? Есть, конечно. Что, растет страх? Растет постоянно. А зачем же мне стремиться к отдаче-то? Для того, чтобы быть уверенным в том, что все будет хорошо. Но говорят, что уверенности-то нет. Какая разница между уверенностью в отдаче и уверенностью, где нет отдачи? Ты хочешь быть в этом страхе. Ты захочешь быть в этом страхе. Ты захочешь этого для того, чтобы быть постоянно зависимым от Творца. Ты эту зависимость, ты почувствуешь, насколько она обязывает тебя, насколько она держит тебя. Иначе ты падаешь просто в самые свои животные свойства. Ты что, не хочешь чувствовать, что ты зависим от Него? Все время. Только бы Он меня не отпустил. Какое это хорошее ощущение. Тогда я уж точно не забуду об этом. Правда? Я не понимаю. Вы говорите об уверенности, мы снова возвращаемся назад. Хорошее ощущение. Где же тут уверенность? Это зависит от того, в чем ты хочешь чувствовать себя хорошо. Я хочу чувствовать себя хорошо в том, что я чувствую, что я зависим от Творца. А ты хочешь чувствовать себя хорошо в том, что все зависит от тебя. Я был уверен, что если я в отдаче, нет никаких страхов, я во всем уверен. Ну, тогда снова нападет на тебя твой эгоизм и растащит тебя во все стороны. Если мне дадут этот мир с уверенностью в том, что все здесь мое, то уж я точно оторвусь по полной. Наоборот. Чем дальше продвигаются в духовном, тем в большем страхе и трепете и в большей зависимости находятся и наслаждаются этим. Слитый совершенным совершенен.